Привет. Все, запись пошла. Хорошо. Я говорю сейчас о том, что несколько лет Балашов продвигает систему 5.10. Многие к этой системе подключились, многие даже вступили в партию, но тем не менее результаты у нас очень слабенькие. Несмотря на все наши усилия. Я за этим делом слежу давно и сам в этом участвую, но меня не покидает мысль о том, что мы что-то делаем неправильно. Все эти агитации, наша наружная реклама, писанина, в общем, все, что мы делаем, оно не приносит нам должного результата. Поэтому я собрался с мыслями, вспомнил свои былые бизнесы, вспомнил примеры построения сетевых маркетингов, пирамид различных, секты религиозные. И нарисовал математическую модель, которая просто наглядно в табличках показывает, что усилие одного человека или небольшой группы может в результате дать большое количество голосов. Я именно так и ставлю перед собой конечную цель, скажем так, не конечную цель, но, скажем, какую-то промежуточную цель какого-то определенного этапа. То есть, что я хочу сказать. Когда мы собираемся у себя в офисе и пытаемся друг другу сказать, что мы должны делать и какую мы цель сейчас достигаем, мы должны правильно эту цель поставить. Ну, например, не провести какие-то изменения в стране, не внедрить систему 5.10, не осчастливить всю нацию, а, например, войти во власть, например, войти в городскую власть, получить столько-то депутатов, получить столько-то процентов голосов. И, проанализировав прошлые выборы и позапрошлые выборы, я увидел, что для того, чтобы собрать приличное количество голосов, например, 20%, мы в Харькове должны набрать порядка 90 с чем-то тысяч голосов. Вот столько должны за нас проголосовать. Для того, чтобы мы получили 20%. Соответственно, для того, чтобы мы получили 10%, нам нужно порядка 45 тысяч голосов. И тогда задача ставится очень понятная и короткая. Нам нужно 95 тысяч голосов. Как их получить? И вот мои однопартийцы и другие, кто скептически относится к моей системе, они говорят, нам нужно больше наружной рекламы, нам нужно охватывать детские спортивные учреждения, нам нужно спонсировать, субсидировать спортивные мероприятия, нам нужно разговаривать со школьниками, нам нужно разговаривать со студентами. То есть масса разных предложений. Давайте больше напечатаем плакаты, давайте еще больше блокнотов, давайте еще больше, еще больше, еще больше. Получается, что все предложения сводятся к тому, что нужно где-то взять денег, проявить какой-то креатив, и изготовить еще больше какой-то наглядной агитации. Но когда я любого из них спрашиваю, хорошо, каждая новая тысяча листовок, сколько нам добавит конкретных голосов через год? Вот через год, к примеру, будут выборы, допустим, да, какие-то выборы. И мы в этих выборах хотим победить. Сколько конкретно голосов это тебе даст? Не знаю. Сколько на этот день потребуется он знает, а сколько голосов не знает. И это касается любого предложения, которое я слышу со стороны. То есть, когда я задаю вопрос конкретный, четкий, на него невозможно ответить. В своей системе я ставлю цель четкую. Мы должны получить 95 тысяч голосов. А дальше давайте уже разбираться, как это сделать. И если наши ресурсы ограничены, они скудные, у нас маленькие финансовые, людские, временные ресурсы, мы должны их использовать крайне аккуратно. То есть, мы не должны заниматься расточительством. И вот конкретно теперь, что я предлагаю. Я предлагаю идти по пути развития секты. Ну, Балашок сказал, что мы секта. Все нас называют сектой. Окей, давайте будем сектой. Или по пути развития сетевой структуры, вот в сетевом маркетинге в MLM. Или по пути развития финансовой пирамиды. И там, и там структура примерно одинаковая. То есть, один человек к себе привлекает несколько человек. Чем-то их там заряжает, чем-то их мотивирует, заставляет их работать. А те новые люди к себе еще привлекают. Таким образом, структура разрастается. И я нарисовал математическую модель, где я один в течение года, ну так, это, конечно, в теории, это чисто в математике, могу принести 190 тысяч голосов через год. Почему 190 тысяч? Мне надо 95. Ну, потому что я знаю, что будут различные фальсификации, сбои какие-то пойдут и так далее, и так далее. Я говорю, давайте будем нацеливаться на двойной запас. Двойной запас. И через год я получаю не 95, а 190 тысяч. Как это выглядит математически? К сожалению, вот сейчас на экране я это показать, наверное, не смогу. Хотя, может быть, и смогу. Я смогу показать. Хорошо. Это у тебя запишется, да? На видео. Да. Хорошо. Тогда вот я сейчас открыл табличку. И сейчас я тебе расшарю тогда свой экран. Но это не та, которую вы мне сбрасывали? Да. Она. 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 Сейчас я ее. Ну, вот, собственно, как мы сделаем? Сейчас ты ее откроешь, да? У себя? Да. Я ее снять. Хорошо. Отлично. Тогда эта таблица там будет сейчас в записи, да? Да. Так, хорошо. Отлично. Тогда, тогда, вот, в этой табличке видно. Значит, там идет у меня три строки. Идет строчка, называется «Мои», потом идут «Новички», потом идут «Старички». Что это означает? Я, как большой пятидесятник, беру на себя обязательство ежемесячно вербовать пять человек. Что значит вербовать? Это значит получить с них обещание проголосовать за меня, за партию 5-10 на ближайших выборах, которые будут через год. Кроме того, что они должны пообещать, я их еще вовлекаю в работу, то есть перед ними стоит задача. Каждый день приносить по полтора человека новичков. Это понятно, да? Да. Вот как они это будут делать? Давайте так, это уже будет вопрос 25-й. Это вопрос инструментария, это вопрос подхода, это вопрос реализации плана. Сейчас мы пока просто тупо обсуждаем план в чистом математическом модели. Итак, я нашел пять человек, и я их научил, показал, заставил, я не знаю, что сделать, чтобы они ежемесячно находили полтора человека. Но они, когда будут находить этих полутора человек, в свою очередь, эти новые люди тоже должны будут притаскивать еще новых полтора человека в месяц. Понятно, да? То есть возникает такая арифметическая прогрессия. И моя задача, конечно же, этих первую пятерку и следующие пятерки контролировать, обучать, ставить их на крыло. Из этих будущих, ну, назовем их рекрутов, да, или там вот какой я разомбировал или заблёк, я среди них тоже должен буду выбирать наиболее перспективных ребят, то есть те, которые готовы к такой работе, обучать их, и они должны тоже двигаться дальше по схеме. И вот получается, что, например, в первый месяц своей работы я нашел таких 5 человек. Вот. Дальше, второй месяц работы получается так, что они нашли по полтора человека, получается 8 человек. Плюс я еще нашел 5 человек. Ну и они, 8 человек. То есть на второй месяц у меня уже получается 18 штыков. На следующий месяц эти 18 человек вступают в работу. каждый из них опять же притаскивает по полтора человека получается 26 новичков плюс 18 этих вот старичков бойцов и я еще пять человек ну то есть то что я сейчас отлично это классно вот дальше следующий месяц у меня уже 49 человек и они вступают в работу я их обучаю я им показываю что делать среди них выделяют там каких-нибудь старших ребят которые должны там следить за младшими и получается что 49 человек на следующий месяц мне теоретически принесут 73 новых души плюс их 49 и я еще 5 мне тоже обязательства я еще пять человек нахожу и вот по такой математической модели по такой прогрессии я на 12 месяц должен получить сто девяносто восемь тысяч бойцов что значит бойцов это люди которые заинтересовались которые сказали да я проголосую как минимум и и как максимум они пошли вербовать еще других людей эти все люди меня в таблице в интернете где-то у меня есть их телефоны и мейлы и моя задача их постоянно подстегивать подстегивать во время в процессе работы весь этот год подстегивать вот и самое главное перед выборами каждого из них тоже как следует подстегнуть чтобы они не уехали на рыбалку чтобы они там не занялись чем-то непонятным чтобы они обязательно пошли на выборы и проголосовали и так что получается получается такая простая рифметика что если я начну работать со следующего месяца то в теории я могу получить сто девяносто восемь тысяч голосов предположим что моя теория абсолютно никуда не годится что такой результат я не получу давайте поделим его на 10 вот тогда у меня будет не сто девяносто восемь тысяч девятнадцать тысяч голосов через год но таких людей как явно у нас только в харькове больше 30 человек грубо говоря если таких как я будет 10 человек то это опять получается с те же сто девяносто восемь тысяч голосов по харькову разделим еще пополам все равно 95 мы получаем то есть вот я настаиваю на том что надо брать за основу эту математическую модель этот принцип построения и дискутировать это уже только внутри реализация данного плана как это сделать какие находить слова и где брать людей какими инструментами их вооружать как сделать так чтобы это все работало ну вот понятно тогда я какие там вопросы сомнения сомнения тут даже будет не по цифрам а тут скорее всего относятся они теоретически то есть что плохого общее слове секта ну то есть само по себе слово неплохое но только пол лица видно а вот так она ничего страшного пусть дублируют это потому что я расшарил экран сейчас попробую сейчас попробую значит я продолжу с тем самым ну само по себе сомнения может там не плохое как организация но кстати все так же и осталось то что там догматики и те которые воспринимают все на веру то есть они отключают мозг и просто тупо верят и все что плохого в этом то что плохого это всегда войны происходили все из-за догматиков и до сих пор происходит из людей которые верят что только они правы и все то есть во время агитации надо все таки чтобы люди понимали какую-то разницу что есть хорошего в этом что есть плохого и чем отличаются от других партий других идей философии так да потом второй вопрос по поводу фальсификации этого возможно избегать если проконсультироваться более подробно с нашим областным главой сергеем карте 1 он сделал так я просто вообще удивляюсь Сергей привет если смотришь видео он смог сделать 226 наблюдателей 70 человек которые еще участвуют вообще ну не наблюдатели а 70 человек ВВК задействованы и даже один человек попал в городскую ТВК в виде даже не просто члена ТВК а секретаря от 510 это просто невероятное место да это здорово то есть он может рассказать все процессы все юридические нюансы как этого можно достичь как можно сделать сколько это по деньгам занимает если требуется денег что требуется знать людям какие документы то есть этот тоже помогал но просто он мне говорил так бежишь туда то делаешь что то 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 ставишь те то и те то печати и мы получаем какой то результат то есть я даже не все мог быстро сообразить но он давно задействован в этих всех процессах и он знает да да но ну что нам как бы предрекали чуть больше процентов я не могу назвать этого человека но это потому что это политтехнолог из других партий другой партии ну скорее всего у нас и был бы больше процентов у нас в районе от одного до полтора наблюдалось но скорее всего если бы мы выставили не семь не семь кандидатов всех округов а все 42 возможно у нас округа заняты этими кандидатами плюс мэр мэра у нас тоже не было то есть тогда бы скорее всего ну очевидно это любой может сказать что было бы чуть больше уже больше на сколько это второй вопрос то есть все таки так же не забывать что нужно выставлять всех людей если вы по вашей математической таблице хотите получать в городе полностью всех людей это уже вопрос каких вы выберете это второе главное занимать полностью все 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 округа и естественно мэр тоже тоже зависит от того и особенно мэр это особая кандидатура который умеет публично выступать это оратор поскольку все телеканалы если они делают выборку интервью по мэрам обязательно мэр приглашается любой кандидат от любой партии с самого суванной он обязательно вот у нас громадский вид оно всех приглашает на интервью кандидатов депутатов их не интересует это слишком много это либо глава партии в городе либо мэр все таки это понятно да мэра выбирайте и естественно это добавляет голосов потому что если выставить всего там пару человек это минус это вот основное такое отличие потом по поводу наружной рекламы ну это вопрос возможностей если возможности есть ну почему бы и нет стоит ли на них распыляться мы сказали что нет я не уверен я смотрю результаты на один пункт нас обгоняет партия которая очень много денег вложила у них есть билборды были по городу было много агитационных материалов намного больше чем у нас но они не намного нас обогнали то есть вы тоже где-то правы в том что не стоит распыляться наверное на такую рекламу но телевидение вот имеет большой удар то мэр полностью там оккупировал один телеканал а вы не не пропадаете нет нет это просто там подключается еще один человек с Кипра а пожалуйста да привет Артем продолжайте вот он занял один телеканал ну естественно у него на выборах получилось большинство голосов и он полностью сидит вот сам на своем канале сидит постоянно говорит одно и то же и то есть он получает больше то есть телевидение все таки решает больше телевидения и наверное вот такая работа как вы говорите и соответственно ну скажу что из всех видов рекламы когда рисуют на люках напротив того чтобы на частной собственности рисовать но на каких-то там брошенных заборах заборах стройки и на люках то это тоже играет труд потому что я тоже агитировал в палатке стоял и люди подходили и говорят все заборы обрисовывали в городе интересно узнать что такое 510 и дальше уже там включаетесь и как вы уже сумеете сагитировать это уже второй вопрос но человек вам задает вопрос что такое 510 извините артём я вас немножко да пожалуйста я бы хотел сейчас сосредоточиться на критике той вещи которую я предложил потому что понятно что когда ресурсы есть нужно заниматься так я с вами да согласен так вот я бы хотел услышать ну во первых поняли ли вы не поняли саму идею я понял я понял это расползание эпидемии в тихушечку спокойно расползаться у вас такая вирусная модель я бы сказал о ура наконец-то нашлась нашел реально я не могу сказать ничего против получится не получится я просто я нахожу подтверждение вашим словам что наружная реклама она не играет такую роль я просто смотрю по этим партиям сколько они вливают денег и по сравнению с нами то есть у нас сама идея она просто выносит согласен да единственное я вот от вот этого человека политтехнолога он он сказал две вещи ну вот даже три вещи он сказал первое это ему понравился сам Балашов то есть представляете если человек от другой партии политтехнолог на какая-то сильная личность Балашова даже человек нам посекретует что нам вот мне он лично нравится и говорит и у вас задумка хорошая пятьдесят и человек уже задается вопросом а что это такое а что это за политехнолог кто это такой я не могу назвать потому что он другой партии но у меня таких знакомств стало много как начал этим делом заниматься у меня там даже есть и главы там городских бывших там отделений партии которые много информации получаем изнутри и потом он сказал это же он нам предсказал процент то есть но более он все таки верен был если бы мы всех людей выставили все таки от одного до полтора это так бы и было у нас 078 близко но еще не все и третью вещь он сказал если вы хотите получить у вас именно пробел получается по старшему старшему поколению это пенсионный возраст вы захватываете в основном молодежь вам интересуются люди 35 плюс до 40 и предприниматели это ваше это маленькая аудитория если вы хотите пенсионеров получить он говорит это очень просто так как это не делают он говорит даже в моей партии они хотят мои идеи полностью всех интересуют дилборды и лавочки стоп стоп теперь смотрите а мы можем к этому человеку обратиться и с ним проработать эти вопросы тезисы и схемы обращения к старшему поколению ну вот он уже предложил модель и то есть ну в принципе так как он предсказывал нам голоса на выбор то я думаю что ему можно доверять потому что любым уже сказать ему нравится Балашов и вот что он предложил он говорит что ни одна партия сейчас в нашем городе она не работает в длинную дистанцию они все работают в короткую исключительно перед выборами но перед выборами это нужно защита голосов в основном а не агитация и в длинную работать это очень просто берется газета которая она прямо не политическая она там может иметь название там ну например он говорил рабочее название интернет 510 например ну сан огород например да причем он сразу говорит эта газета не должна раздаваться бесплатно во-первых он говорит что люди будут ее выбрасывать а если они покупают пускай даже за маленькую цену они оставляют то есть ну это словами балашова то есть должно быть причастие да потом далее он говорит такие вещи газета например она стоит около 48 копеек один экземпляр причем даже цветной но вы продаете ее пускай там за 25 копеек или за 50 равную сумму в основном 25 я тут говорю то есть цена уже уменьшается самой газеты она уже не стоит 48 копеек она уже меньше стоит ну наши затраты уменьшаются да там обязательно должно быть что-то полезное если о здоровье то не надо там что-то явное вы берете любой вброс например из фейсбука там где писалось список лекарств такой дорогой и есть аналоги которые подешевле но он говорит и такое это очень будет популярно у пенсионеров там где например может вы помните вы видели что есть такое понятие как лекарство а есть как действующее вещество и поэтому можно купить аналог там например аспирина дешевле ну грубо говоря и так далее да подожди секунду потом и ну что-то развлекательное должно быть там на последней странице как раньше было в правде кроссворд например анекдоте но говорит что все это ваша разъяснительная работа что например страны есть которые вообще без пенсии у них нет или нет пенсионного фонда то есть аккуратно вот эти 5-10 ваших тезисов они должны доходить ну завуалированно ну в информативной образовательной форме то есть он может быть пенсионного возраста у него может быть какая-то пенсия но нет пенсионного фонда то есть у него были накопления которые делаются как живут безналоговые страны или например также советы должны быть среди таких всяких полезных советов как например Марья Ивановна там написала письмо в эту газету Артем все понятно вы углубляетесь в наполнение газета ну я в детали я просто пересказываю то что сказано мне мне ну то есть все было понятно он говорит что когда эта газета работает на протяжении года у нее эффект будет намного силен чем в последний месяц и говорит второе что не делает ни одна газета и говорит я читал ваши киевские там образцы ну просто по своей тематике он просматривает всю политинформацию вообще в стране он говорит что ваши киевские там ребята они насаживали в основном Балашова и 510 а говорит надо в городе например там Черкассы надо тех кто будет идти на выборы их показывать их мысли их статьи должны быть должны быть умные люди обязательно их фотографии и фамилии чтобы когда уже приходили выборы не знали за кого они будут голосовать и почему что это за люди кто вы такие вот мы стоим возле палатки а кто такие эти ваши кандидаты я вас понял Артем извините я вас так останавливаю потому что я хочу все это сжать то есть по поводу газеты вот этого смотрите я глобально так сказать не против того что эта газета будет например как один из способов покучить пожилопоколение вот но я за нее проголосую за эту газету тогда когда я увижу что у нас ресурсов дофига их тупо некуда девать потому что здесь кроме денег еще потребуются людские ресурсы это сочинение этих текстов это разъяснительная работа и это правильная подбор информации и так далее и так далее потом эти газеты нужно еще и распространять я понимаете как их если их продавать через киоски их очень мало покупать чтобы донести до каждого пенсионера нужно ну вы понимаете нужно заниматься системой распространения а наши официальные системы распространения они могут просто перестать нас покупать потому что будут знать что это политическая газета они то будут это знать они пробьют это по своим каналам и так далее мы так же спрашивали как распространять но там вот как раз подходят под модель вот эти вот ваши вирусные сектанты у каждого делится там район именно округ который работает в своем округе я не возражаю так вот смотрите в данной ситуации вот в моей схеме сектантской да вот это вирусная мне очень понравилась вирусная это идеально подошло к моей модели газета может рассматривать только как один из инструментов да как листовка как прокламация там и так далее все равно человек физически должен по какому-то графику раз в месяц или раз в две недели в течение всего года посещать определенную территорию и он там должен с этими бабульками общаться можно нам дать газету или продать эту газету определенный округ должен быть закреплен да и общаясь с этими людьми он должен каждый раз их мониторить он будет говорить 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 он внушит к себе доверие он им в уши вольет эту идею и в конце будет говорить но вы же проголосуете за нас они допустим говорят да и потом александр вы меня слышите александр сейчас одну секунду я договорю и потом да я слышу и потом когда наступит время че он должен будет этот вопрос уточнить и сказать смотрите мы идем на выборы вот наш кандидат с вашего округа Петров пожалуйста вот его листовочки вот его календарики пойдите проголосуйте именно за Петрова вот тогда эти люди заряженные вот этим этой идеей они пойдут и проголосуют за того за кого скажет этот мальчик или девочка та которая вот их до этого окучила вот и о чем Александр мы мы обсуждали идею именно работы с избирателем напрямую да с человеком из белой церкви они кстати получили один из самых больших процентов по своему городу что мы обратили внимание мы нашли сколько они получили я точно не помню но они там по моему четыре процента где-то что-то в этом духе а кто это такой с ним можно пообщаться да конечно же можно это белая церковь мы с ним вчера общались в фейсбуке и вот он говорит мне не хватило окучить так называемых пенсионного возраста избирателя и вот мы подумали официальных цифр или предваритель то что у нас до сих пор предваритель я официальных цифр еще нету но суть суть в другом все все правильно я полностью с вами согласен что нужно идти напрямую работать с людьми но мы с ним еще что он мне сказал он работал напрямую с пенсионерами и он говорит такую вещь все говорят одно и то же и мы с ним придумали интересный прием как это можно немножко улучшить люди город много округов каждый отвечает за свой округ но посылаются идет сделать круговую зависимость что люди идут в другой округ в котором они не баллотируются и говорят ту же самую идею тем самым мы получаем все большее и большее давление что все люди впечатление создается такое что сотни людей как будто бы только и говорят о нашей партии не один человек а разные люди то есть взаимопомощь друг другу по округу то есть уловили идею нет еще раз еще раз каждый человек отвечает за свой округ но если только он один является оратором в своем округе то он может быть кому-то не понравится придет более другой симпатичный да но скажет ту же самую идею и понравится им то эта идея продвигается лучше то есть не зацикливаться что именно один человек отвечает за округ он он отвечает полностью за округ но друг другу помогать я понял то есть на одной территории появляются разные люди но говорят одно и то же но Александр же не говорил что один человек а вы пожалуйста представьте секунду как вас зовут и откуда вы я Евгений Каплан если знаете из интернета ну да да мы же с вами а зовут меня Андрей Андрей Сметана это мой псевдоним в интернете Дело в том что я же тоже общался очень сильно там с пенсионерами я и в палатке был агитационной просто не то что там кандидаты идут в уголке я скажу что вопрос а почему они станут слушать как они станут слушать они же ведь не хотят слушать хотят слушать только они хотят что-то получать да это правда они ну как получается получается такая техника называется у нас свободные уши только некоторые как бы так единичные экземпляры в виде пенсионного возраста людей которые подходят и хотят выговориться но почему они станут слушать если вы придете к ним вот в угол вот в чем вопрос они слушают они слушают и человек из белой церкви говорил что прекрасно слушают но они говорят что мы слушаем обещания от всех но сделайте что-то для нас мы хотим чтобы вы что-то для нас сделали тогда мы пойдем голосовать за вас почему бабушки покупаются гречкой гречка срабатывает прямо сейчас в эту секунду она срабатывает понятно здесь и сейчас получаешь какую-то коврижку да они не хотят они не хотят понятно Артем вот я бы хотел да и в общем-то от Андрея хотел бы все-таки услышать того человека который нет ну лучше всего от Артема было бы неплохо пообщаться с тем политтехнологом который предлагал свои идеи по работе с пенсионерами пообщаться бы как-нибудь тут была основная идея это одна это работать в долгую то есть то что они делают остальные да ну мы в принципе когда нам говорят да вы для нас ничего не сделали что вы для нас делаете мы говорим что ну вы же должны понимать что политическая партия не занимается благотворительностью это подкуп населения вас просто подкупают они не понимают таких праз для них это пустой звук некоторые понимают некоторые понимают а некоторые разворачиваются уходят они там хотят всех расстрелять всех повесить всех на выло Артем я уточню свой вопрос смотрите когда я понял удастся ли пообщаться я не могу обещать ну да Артем смотрите какая штука я когда общаюсь с пожилыми людьми я постепенно оттачиваю свой инструментарий я пытаюсь не найти эти ключи и со временем я нащупал интересные зацепки крючки словарные словесные обороты темы которые я затрагиваю и вижу что у меня начинает получаться то есть когда я разговариваю с бабушками они становятся моими они начинают меня любить и готовы за меня голосовать это просто дело практики тут важно не то что дело практики а важно говорить правильные вещи а вот эти правильные вещи их нужно разработать ко мне они пришли интуитивно я в этом деле не специалист а если бы с нами поработали специалисты политтехнологи психологи да социальные психологи ну вот эти все да социологи они бы помогли нам разработать Ряд инструментов. Один инструмент для работы со студентами, другой для работяг, третий для ментов, четвертый для бабушек, для пенсионеров, для тех, кто разверился. И каждому нужно применять этот инструмент. А теперь представьте себе, что все 50-ти во всей Украине вооружены этими инструментами, они однообразные, никакой отцебятины. Ведь обратите внимание, сейчас каждый агитирует, как сам понимает. А мы ведь не являемся специалистами в этой области. И тогда наша эффективность становится значительно выше. И вот насчет бабушки. Если я по своей схеме буду вот так цеплять полтора человека в месяц, как я говорил, пусть даже эти бабушки, если я увижу, что у меня это получается, то они будут самый лучший материал для этой схемы. Потому что они друг друга гораздо сильнее зацепят. У них взаимное доверие довольно-таки высокое. Только надо им опять же вложить правильный инструментарий в руки, в рот, в зубы. Если это будет газета, пусть будет газета. Если это будут какие-то посылы, мысли, то пусть посылы. Я, например, могу поделиться опытом. Когда я начинаю разговаривать с пенсионерами об их пенсиях и о справедливости, вот понятие справедливости, они на это реагируют моментально. И очень живо реагируют. Я говорю такие вещи. Вот, дорогие мои, давайте подумаем. Разве это… Ведь правильно, что налоги должны платить все. Они говорят, да, правильно. Ведь правильно, что налоги должны платить люди со своих заработков, с прибылью. А не просто так. Должны же платить налоги бизнесмены, ну те, у кого прибыль какая-то формируется. Это справедливо-справедливо. А разве справедливо, когда налоги платят все? И те, кто зарабатывает деньги, и те, кто не зарабатывает деньги. И даже коллеги, и больные, и так далее. И вот в этот момент у них происходит, переключается, что-то щелчево по мозгу, они начинают меня слушать. Говорят, а как это, мол, все платят налоги? Я говорю, да вот все. Вот вы платите налоги, вот какая-нибудь бабушка лежит в больнице, ей покупают лекарства, да, и получается, что она же своими деньгами... Когда она платит за лекарства, в государство поступает налоги. Государство отбирает всех, и жирных, и нежирных, и тех, у кого есть доход, и у кого нет никакого дохода. И разве это справедливая система, когда вы живете за счет налогов, и потом вас еще раз облагают налоги? То есть по нескольку кругов. И тогда они начинают слушать и говорят, да, деточка, правильно, мы за тебя будем голосовать. Вот так. Я их этим цепляю. И вот если бы у меня был целый набор таких крючков, правильных, выверенных, чтобы я не два года к этому шел, а, например, три месяца. Если бы у меня была банда, состоящая из таких вот правильных ребят, у них должна стоять задача, каждый месяц принеси полтора человека. Вот кроме бизнеса, принеси полтора человека, поставь их на крыло, затащи к нам в обучающий зал, где перед ними выступит какой-то коучер, да, дадут им правильную литературу, потренируют. Даже тренинг можно сделать полевой, да. Ну, все партии тренинги проходят, ключевые, те, которые прошли, они проходят тренинги. Там моделируется ситуация с разными людьми, разная, психологическая даже. Конечно. Еще, Артем, смотрите, вот есть же для нас шикарные примеры. Например, такие, как, ну я не говорю пирамиды финансовые, там своя, ну, типа вот Орифлейм, Эйден. Любой MLM бизнес, да, там тренер, там идет четкое обучение, вовлечение новых людей, постановка их на крыло, обучение и постоянное подстегивание и контроль. То есть не только человека привлекли и бросили, вот как у нас сейчас это делается. Ты будешь в 50-м, давай, ура, и все. И аж через два месяца только ему позвонят, скажут, приезжай на автопробег. А что он делал все эти два месяца? Может, это активный хлопец, может, его надо просто подтянуть, и он будет большую пользу приносить. И я скажу больше. Если в этой системе потребуются профессионалы, например, я бы пригласил какого-нибудь коучера, даже из Элифлейм, или еще откуда-то, ну, допустим, то у нас были бы деньги и всем им оплачивать их работу. Тем же, вот, психологам. Даже я уверен, что такие люди величайшие, там, я не знаю, гуру, как там, какие у нас, ну, мне нравится Гайдай, например, да, Сергей Гайдай. Другие люди, да, они могли бы там полубесплатно для нас что-то полезное здесь делать. Ну, Гайдай признавался, что он и бесплатный некоторым партиям, у которых ему понравилась идея, он бесплатно тоже делал. Так вот, если мою схему, идею взять за основу и не распыляться больше ни на что, то я думаю, что, ну, представьте, в каждом городе, если стартим, просто по пять человек стартим нет в городе. Не я один в Харькове, да, нас пять, у вас пять и так далее. Вот пять каких-то ребят скажут, все, мы стартуем. Все остальные находятся на обеспечении. Все остальные пятидесятники. Один ищет психологов, другой ищет деньги, третий ищет то-то, то-то. Все это должно быть структурировано, все должно быть четко. И вот каждый должен потом прибежать и отчитаться. Я нашел людей, вот их контакты, вот они все есть. Даже если мы на два-три месяца выпустим человека из виду, то потом перед, уже ближе к выборам, все равно можно позвонить, напомнить о себе, взять крест на пусть и кровь из носу, там, поклянись, мама, и клянусь, что ты придешь и проголосуешь. И поставить галочку, что этот человек четко проголосует. И тогда у нас будет, на каждом этапе будут измеряемые результаты. Мы будем видеть, что у нас, например, уже набралось 20 тысяч голосов, из которых, например, 10 железно придут, остальные там под 30% вопросов, а другие вообще там непонятные. И мы можем тогда уже заранее предполагать, на что мы можем рассчитывать. Мне кажется, очень важный момент, который мы постоянно забываем спросить себя. Мы пытаемся донести все время идею, но мы ни разу не вспоминаем, что люди хотят от нас получить результат. Мы должны доносить до людей результат, мы должны проводить какие-то акции специальные, которые будут показывать, вот это наш результат. Мы сделали это для вас, мы помогли вам. Если мы будем при власти, мы поможем вам еще больше. У нас совершенно нет акций на результат, у нас все акции на распространение идеи. Андрей, я вас понял по поводу всяких акций и по поводу результатов. Дело в том, что я бы согласился все это делать, если бы у меня было дофига деньжищ, и тогда можно было бы тратить эти деньги и силы, и усилия на вот эти вот конечные результаты, на вот эти акции. Показать людям, что мы что-то можем для вас сделать. Может быть, мы не стоим в этом, что акция может быть бесплатна, путем усилий. Андрей, это косвенный, это разбрасывание, опять же, коврижек, это косвенный подкуп избирателей. Дело в том, что я всем... Мы проводили акции, почему? Мы в Черкассах и без денег проводили. Я понимаю, но смотрите, если, вот, как сказать, если акция направлена на то, что вот мы партия, мы для вас уже что-то начали делать, мы для вас. А когда мы придем к власти, так мы еще больше для вас сделаем. Так вот я хочу... Да, да, именно это я и хотел сказать. Вот я... Мне не нравится эта постановка вопроса. Мне не нравится. Это... Я тогда хочу к этим людям обратиться вот так. Вот, здравствуйте, лохи. Ну, или быдло. Они сказали в ответ, бе. Да? Я говорю, ну что, я ваш новый пастух. Сейчас я вам построю очень теплый хлеб. И травочка, травка от меня будет намного вкуснее. Вот даже сейчас я вам дам ее попробовать, понимаете? Они опять мне в ответ, бе. И получается, что чем больше я сейчас им что-то хорошее сделаю, тем она больше за меня проголосует. Но вы учтите, что на этом пути я вступаю в очень жесткую конкуренцию с другими партиями, которые делают то же самое. И как я могу перебить Корбана, Кернеса, Порошенко? Ведь они этой травки... Власть это борьба. Если в нее не вступать, то мы никогда ее не добьемся. Я не против борьбы. Я говорю о других методах борьбы. Когда я... Просто вы позже подключились. Я же с самого начала рассказал свою схему, да? Вот эту веру, смотри. Секта, вирусная, маркетинг сетевой, там, я не знаю, пирамидами можно назвать. Ну, все, понравилась мне вот эта вирусная фигня. Когда я персонально работаю с тремя людьми, вот я весь месяц окучиваю только пять человек. Вот передо мной задача пять человек притащить за ухо. И я им ничего не обещаю. Я не говорю, что вот вы за меня проголосуете, да? Ну, за нашу партию. И мы когда придем, мы вам кайф сделаем. Например, мы вам дадим денег. Или гречки. Или еще чего-то. Я ставлю вопрос иначе. Ты хочешь, чтобы наступило счастье в стране? Хочу. Ты хочешь для этого сделать что-нибудь? Хочу. На баррикады пойдешь? На баррикады-то и не надо идти. Вообще ничего не надо делать. Сделай простые два-три шага. Все, больше ничего не надо делать. Например, как минимум, поклянись мамой в крест на пузе, что ты на выборах за нас проголосуешь. Все. Вот если он мне скажет, да, я верю в эту идею и я проголосую, я поставлю себе галочку. А если я увижу, что у этого хлопца есть в голове какая-то искра божья и в глазах что-то, я ему скажу. А если ты сделаешь еще два-три простых шага, ты нам еще больше поможешь. Давай, вот я тебя увлеку, ты будешь каждый месяц притаскивать за ухо одного или двух человек. А он, то есть идет агитация из уст в уста, как в MLM, как в Avon, как в Чинхуа. Да, но в MLM у нас есть результат, у нас есть примеры результата. Богатые люди, которые добились успеха, это MLM. Он затягивает из-за результата. Где наш результат? Это серьезный вопрос, который, правда, задают все лидеры, с которыми я общался. Понимаю, понимаю. У меня есть готовый ответ на ваш вопрос. Правильно, что вы скептически ко всему этому относитесь. Смотрите, ответ такой. В MLM есть результаты успешных, богатых бизнесменов, которые достигли больших денег. Так? Да. Тем самым это завлекает людей. Да, тем самым это завлекает. Так вот, в MLM человек идет ради чего? Ради денег, ради финансового успеха. И для того, чтобы его мотивировать, ему нужно показать этот финансовый успех. Правильно? Если бы в MLM не было денег, если бы туда, ну, грубо говоря, на работу люди идут для того, чтобы зарабатывать бабки. Правильно? Это главный мотиватор. Логично. Да, да, да. В партийной структуре я такой мотиватор человеку показывать даже и не буду. Какой успех я тебе должен показать? Что я покажу? Вот посмотри, в нашей системе успешно развился такой-то, такой-то человек, и он стал кем? Это не то. Я показываю человеку впереди счастливое, там, ну, хорошо, несчастливое будущее. Я говорю, нужен вот такой результат. Мы должны войти во власть. Ты готов нам в этом помочь? Он говорит, нет, не готов, вы все мудаки. Идите в жопу. Тогда все, я этого человека отпускаю. Ну, если человек говорит, да, идея классная, ну, и вообще супер идея. Ну, ребята, у вас ничего не получится, вы никогда не войдете во власть. А я ему спрошу, ну, ты нам готов помочь? Вот ты лично, вот на своем месте. Ты каждый месяц будешь делать какой-то очень простой шаг. Один маленький шажок какой-то такой. Он скажет, ну, если это не слишком сложно, если от меня не потребуются бабки, деньги, там, еще что-то, я готов помогать. Отлично. Тогда ты будешь делать вот это. Какое-то что-то очень простое, несложное, не слишком затейливое. Человек скажет, хорошо, я это буду делать. Дальше моя задача только его контролировать. Учить, обучать, подсказывать, напоминать. Просто даже, чтобы он не забыл это делать. И тогда просто к концу какого-то определенного периода мы тупо придем, как все, как проголосуем. И получим искомые 190 тысяч голосов. Да, вам слово, Артем. Я пока не забыл, я по поводу функции результата. Я думаю, что если посмотреть наше видео, там, на канале «Черкаса-Миссия», проводили акции даже без денег. Это тоже несложно. Да. Там, например, были запасовывались такие возле их вода по поводу того, что работникам не хотели добить зарплаты, а перенести их в грузной банк против их воли. Ну да. А их пытаются кинуть. Да, мы пришли с флагмами, мы пришли с мегафоном, с фотоаппаратами, с камерами. И также была от наших главных ребят юридическая поддержка. И мы быстренько это дело охватили, сходили в вода вместе с главными активистами этой акции. И через 2-3 месяца все-таки требования этих людей выполнили. Только немножко о нас там подзабыли. Но дело в том, что интересно, мы проводили агитацию с микрофоном, если там будете смотреть наши видео. Это было в прошлом году. И активисты этой акции все-таки нас пригласили как спикеров. Это самое интересное. И хотели больше это осветить в интернете. Естественно, канал там в этом помогает. То есть все-таки акции без денег проводить можно, нужно. Согласен. И главный результат. И также не забывать, вот очень плохо, что нет канала. Каждая ячейка, по-моему, мне не нравится. Согласен. 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 Может вы смотрели там на грамматском, прокомментировали, что появляемся в медиапространстве Черкасии. То есть это все-таки работает. Да, согласен. Только я, вот эти все акции, я бы их рассматривал не как самоцель. То есть мы проводим акции для того, чтобы успешно провести акцию. Какой результат? Какая цель? Цель достигнута. Акция проведена успешно. Мы все доводим. Это уже очень сильный довод в общении с людьми. Посмотрите, послушайте. Я зато, чтобы эти акции являлись только лишь инструментом. Один из. Один из. Причем, если, предположим, если сегодня у нас ресурсы настолько ограничены, что мы даже и акции провести не можем, значит надо акции бросать. Я у себя в Харькове, когда ребятам все это рассказывал, я увидел в их глазах следующее, что как же мы это бросим. Мы уже к этому привыкли. Нам это нравится. Мы вложили туда душу. Флагов наделали. Шапок наделали. Мы прошли какой-то путь. Научились выставлять палатки. Научились договариваться с палатками. Научились преодолевать какие-то препоны бюрократические. Научились говорить на палатках. Они уже в это дело влезли. Им жалко уже это бросить как нечто наработанное. И так далее. А я им говорю, что ребята, если мы с вами решим, что для достижения цели это будет лишний расход ресурсов. Например, мне, вот я в чугу и вяжу. Мне каждый раз поехать в Харьков на автопробег, а мы там обычно катаемся 5-6 часов по всему Харькову с этими флагами своими. И на каждой я выходим возле студентов, возле метро, листовки, разговоры и так далее. У меня даже времени куча уходит на бензин и время просто доехать до Харькова и потом вернуться обратно. Александр, я вас прекрасно понимаю. Мне кажется, что партии явно не хватает креатива. Автопробег это повторение всех идей прошлой партии и сегодняшних партий. Мы должны придумать такие креативные вещи, которые будут показывать по телевидению. Если нас будут показывать по телевизору, то это того стоит, это время, эти деньги. А если мы повторяем за другими, то кому мы интересны? Согласен с вами, но нужно делать. Но теперь вот вы мне скажите. Предположим, мы включили креатив, нечто придумали и нас показали по телевизору. Может быть даже по всем каналам два раза. Скажите, в какое количество конкретных голосов это вылетится? В первую очередь вылетится в узнаваемость и ваша эффективность работы на местах повысится. Согласен. Это повысит мою эффективность, мою работу с... Да, да, да. Ради этого это и делается. Я не говорю, что ваша работа не нужна, она необходима, она обязательно. Но вопрос, сколько вы тратите времени на одного человека. Минуточку. Я просто, вы не в курсе, я предложил схему, при которой вот моя схема... Ну вот, пусть Артем скажет, да? Моя схема не... Она железная. Она просто бомбовая. То есть она дает, ну, почти гарантированный результат. Без этих акций. Расскажите о двух словах. Ну, это... Можно будет посмотреть в ролике. Потому что мы еще раз будем такие встречи проводить. Это схема, которая позволяет на одного какого-то начального активиста, то есть один начальный активист, начинать развивать свою ветку, как в MLM-маркетинге. По принципу вирусной чего? Ну, не знаю, вирусной рекламы или... Ну, нет, ближе всего, конечно, MLM. Это персональный... Каждый человек приводит двух, а тебе еще двух или по полтора и так далее. Да, разрастается, разрастается, разрастается. Ну, я понимаю. Александр, вы тут немножко сами себе противоречите. Так. Вы говорили о разделении труда, что там разные люди могут заниматься разной работой. Дело в том, что это нужно не забывать. Кому-то может по приколу чисто собирать и разбирать палатки. Кому-то может там видео делать. Кому-то может сайт клепать, но он не может агитировать. То есть поэтому кто-то агитирует, а кто-то занимается другой работой. Кто-то может в акциях участвовать. А в акциях часто появляется телевидение, газета или радио. Поэтому пускай там 3-4 человека, но которые постоянно должны участвовать, мониторить все пространство и участвовать во всех. А пускай. А кто-то может агитировать. Вот он и агитирует. Но он делает это лучше всех. Пускай делал. Я предлагаю тогда такую модель. Вот смотри. За основу берем мою схему. Это как главная схема. И все ресурсы на нее, так сказать, бросаются. Основной ресурс это время. Вы считали по времени эту схему? Мне кажется, в этой схеме очень большой процент времени. То есть да, мы не тратим деньги, но наше время – это самая большая ценность. Времени там все в порядке. Нет, там времени тратится немного. Дело в том, что ты это делаешь практически без отрыва от чего бы это ни было. От каких-то своих основных дел. Просто я хочу сказать, что все остальные вещи, такие как акции, печатные издания, интернет и так далее, и так далее, это работает на что? На узнаваемость, на разъяснительную работу, так сказать, в массах. И это нам помогает. То есть если вот мы банда, которая работает с людьми, то все вот это наружное, внешнее, это просто нам помогает. Это нам в помощь. Но это не является основным. Это только нам слегка облегчает задачу. Просто слегка. Смотрите, я продвигаю партию в интернете. Я IT-маркетолог профессиональный. Да. Смотрите, что я сейчас делаю. Сейчас новая идея пришла. Я продвигаю мем, кто такой Геннадий Балашов. То есть, что я делаю? Я пишу, кто такой Геннадий Балашов, где угодно. На что я получаю ответ, это так называемый сектант и всякую ерунду. Да. Дальше, это значит, я уже поймал человека. Я дальше начинаю писать его заслуги. Он начинает говорить всякие грубости, всякую ерунду. А я не обращаю на это внимания. Ни в коем случае не оскорбляю его. И пишу дальше заслуги Геннадия Балашова. И так продолжаю до тех пор, пока человек не понимает, что он проиграл полностью. Я не спорю с ним, не вхожу в дискуссию, а говорю, кто такой Геннадий Балашов. Потому что его доводы, они нулевые. Мои доводы аргументированы. Да, понятно. А тем самым мне удалось за неделю на 1% поднять количество подписчиков у Геннадия Балашова. Это результат. Да. Не слушайте других, говорите то, что вы знаете. Согласен. Ну, в данной ситуации, вот я сейчас не совсем это обсуждал. Понимаете, я не то начал обсуждать. Просто это понятно. Все это нужно. Я сам два года в интернете и не в интернете тоже занимаюсь популяризацией, пропагандой, разъяснением, объясняю, растолковываю и так далее. Внесу эту мысль просветительской работы. И работаю на имидж Балашова. Я считаю, очень часто, я вот видел очень часто лидеров своих ячеек в городах, которые пытаются что-то объяснять. Мое мнение, объяснять, это бесполезное занятие. Это вот знаете, сейчас я вам скажу. Александр, вы меня понимаете, что я же прав во всем. И вы сразу же блокируется ваш ум. Нужно говорить прямо, нужно говорить тезисно. Так, ну что, братцы, большое вам спасибо, что вы подключились. Два нормальных, адекватных человека, которые потратили аж целых скобок. 20 минут, он, да? Да, 56 минут. Да, в следующий раз будем сразу на ютубе, сразу прямой эфир. Проверенных людей будем подключать. Так, у меня писалка, по-моему, сдохла, она что-то отключилась. Тогда просьба, вы, Артем, то, что там записано, вы мне этот ролик скиньте, хорошо? Или сами на ютуб выложите? Я на ютубе, я на ютубе, смотрите, вы подписаны на наш канал. Я вот только что подписался. Ну, отлично, все, значит, сейчас и будем скидывать. На второй канал вы мне ссылочку сбросите, я просто его и не нашел. Второй канал, я на них то, что подпишу, чтобы не смотрел. Хорошо. Слушай, приятно было познакомиться со всеми, спасибо за беседу. Да, Андрей, Артем, большое спасибо вам. Я просто счастлив, я думал, что вообще никто не откликнулся, потому что я уже третий день долбаюсь, если честно. Пока я не написал, что я самый умный и все остальные дураки, вообще никто не реагировал. Вот пришлось немножечко... Я сразу тригеру, просто мне не получилось, как мы там договаривались. Да, в общем, свои дела, да. Ну, ничего, зато сейчас получилось. До свидания. Отключаемся. Всего доброго. До связи, скул, пока. Субтитры сделал DimaTorzok